Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге «Царство», и мы будем читать с вами пятую главу этой книги. Она начинается словами «И пришли все колено Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали «Вот мы кости твои и плоть твоя». Святитель Амрусий Медиаланский в своей работе об обязанностях священнослужителей пишет «Что еще я скажу? Он не открывал уста свои тем, кто замышлял обман, будто не слыша, он считал, что не следует воздавать словом и не отвечать на их упреки. Когда его злословили, он молился, когда проклинали, благословлял. Он ходил в простоте сердца и бежал от гордецов. Он следовал тем непорочным путем, подражая тем непорочным мужам мира сего, которые смешивали пепел с едою, раскаиваясь в собственных грехах, и которые мешали питье со слезами. «Потому по заслугам он призван был всем народам, все колена Израиля собрались к нему, Давиду, говоря, «Вот мы кости твои и плоть твоя, еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И что я могу сказать о том, о ком Господь изрек? «Нашел я мужа по сердцу моему», — сказал Господь о Давиде. «Кто еще ходил со святостью в сердце и праведностью, как он, Давид, дабы исполнить волю Бога? И ради него прощение пожаловано было его неправедным потомкам, и права наследия для них были сохранены». Итак, то, что весь народ призывает Давида на царство, это заслуга Давида. Это был поистине цельный человек, цадик, праведник своего времени. Помяни Господи цель Давида и всю крутость его. И далее мы читаем, это продолжение речи людей, которые пришли к Давиду. «Еще вчера, третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь спасти народ мой, Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет, в Хевроне царствовал над Иудой семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудой». Личность Давида глубоко символична. Мы видим, что было три помазания Давида. Помазание от пророка Саула, помазание от колена Иудина, и вот это третье помазание от всего народа израильского. Он воцаряется над всей землей, когда ему тридцать лет. В тридцать лет Христос выходит на общественное служение. И это все не случайно. Его власть над Иерусалимом будет тридцать три года. Тридцать три с половиной года было Христу, когда он был распят, казнен в Иерусалиме, в этом городе царя Давида. Вот то событие, про разглашение его царем, о котором мы здесь читаем, оно происходило тогда, когда Иерусалим еще не стал еврейским городом. В это время он еще находился во власти язычников. И далее мы находим такие слова. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против ефусеев, то есть язычников, жителей той страны. Но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило «не войдет сюда Давид». То есть, когда он идет на них войною, они проявляют вот такую самоуверенность. Почему? Вот это сложный вопрос. Это не просто такое их хвастовство, оно чем-то должно было подтверждаться. Они жили в благословенном городе, на благословенной земле, в благословенном месте. Да, они были язычниками, но это место уже тогда было особым местом. Посреди Иерусалима гора Мариа, на которой Авраам приносил в жертву Исаака. И Господь клялся своим именем, что он благословит наследие Авраама. Там, близ этого места, ночевал Иаков, и он видел лестницу от земли до неба. И, конечно, эти люди, да, и фусеи, да, и язычники, они наслаждались пребыванием в этом святом городе. Потому что каждый, кто живет в таком городе, неважно, какого он исповедания, он чувствует, что это особое благословенное место. Поэтому они проявляют такую самоуверенность, говорят, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Но на самом-то деле эта земля, это место уже принадлежало Давиду. Давайте вспомним, когда Господь сказал Аврааму, тебе и твоему потомству я отдам эту землю. На самом деле это синодальный перевод. А если мы смотрим еврейский текст, Господь никогда не говорит вот именно какое-то обещание, что что-то произойдет. Господь, когда говорит о том, что что-то произойдет, Он говорит так, как будто это уже произошло в прошлом. Господь говорит Аврааму, когда тот ничего еще не имел, тебе я уже отдал эту землю. И потомству твоему отдал эту землю, а тогда и потомства не было у Авраама, когда он услышал эти слова. Потому что слово Бога – это не слово человека. Когда мы, люди, говорим какие-то слова, они могут высказывать наши отношения, наши пожелания, но они не обладают творческой силой. А слово Бога, оно обладает всегда творческой силой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будет твердь, и стал твердь. Потому что это слово Создателя. И так как Господь уже говорил об этом Аврааму, Исааку и Якову, что эта земля будет принадлежать им, то есть уже принадлежит им, их потомкам, имея в виду и Давида, то далее мы и читаем. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. С этого момента Иерусалим становится городом Давида. Мне очень повезло, что в 90-х годах я посетил Иерусалим именно на той седмице, когда еврейский народ отмечал взятие Давидом Иерусалима. Это произошло тысячи лет до Рождества Христова. И когда я там побыл всего неделю, я вернулся в Москву и читал лекцию, она называлась «Три тысячи лет, как одна неделя, одна неделя, как три тысячи лет». Потому что я видел, как люди радовались, что Давид взял этот город для них. Какой был салют фантастический, колоссальный над Иерусалимом. И мне говорили над другими городами Айр-Цесраэль. И, конечно, Иерусалим — это особое место. Это настоящий город Давида. А Давид — это друг Бога. Когда из аэропорта Бен-Гурион едешь в Иерусалим, то такое впечатление, что ты поднимаешься на какую-то гору. Все время едешь выше, 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 выше. Как будто Иерусалим — это гора, превознесенная над всеми горами. И в духовном смысле это так и есть. Это настоящий такой пуп из земли. Иерусалим — это удивительное место. Летом там прохладно, зимой тепло. И есть псалом, в котором говорится «Горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим». «Горе мне, если я забуду тебя, Иерусалим». Я помню, когда мы приложились ко гробу Господню, то мы испытали такое внутреннее потрясение. Мы вышли из кавукли гроба Господня, и у нас на глазах были слезы. А я подумал, крестоносцы с боями прорывались ко гробу Господню. А я сел на самолет, вот Эль-Аль прилетел в аэропорт Бен-Гуриона, сел на автобус, приехал в Иерусалим, и я могу молиться на этом месте. И всякий человек, который прикладывается ко гробу Господню, он воспринимает это в Иерусалиме как некую веху в своей жизни. И я тогда сказал себе, «Теперь можно спокойно умереть». Я был в Иерусалиме. Потом, когда мы были на Иордане, то мы погружались в реку Иордан в таких рубахах, как бы крестильные рубахи, и люди оставляют эту рубаху насмерть. Ее потом бережно укладывают, ее не стирают, ничего. Берегут, чтобы, когда человек умрет, его отденут в эту рубаху. Когда мы вошли в этих рубахах, в воду Иордана, нас обхватило какое-то священное безумие. Мы вдруг начали всех друг друга погружать в воду. Во имя Отца, аминь! Во имя Сына, аминь! Во имя Духа Святого, аминь! Как будто мы заново переживали чудо, Таинство Святого Крещения. Но самый удивительный момент это был, когда мы шли по этой горе Сион. Это холм, по сути дела, в Иерусалиме. То, что захватил Давид, и раньше только там был город. И гид нам сказал, сейчас мы зайдем в синагогу, и при входе надо одевать шапочки. Там очень строго. И все начали роптать, зачем нам заходить в какую-то синагогу, мы православные христиане. Гид сказал, мы зайдем в эту синагогу и будем там молиться. И он ничего не объяснял, он как бы хотел сделать для нас сюрприз. И он сказал, все сюда заходят, в эту синагогу. И мы заходим в эту синагогу, там сидит такой еврей с огромной бородой, и вот эти шапочки там все надевает, надевает. И мы когда заходим, и слева от входа, как сейчас вот помню, такая решетка с позолотой, и каменный гроб большой, и на нем короны, золотые, несколько корон, и гид говорит, молитесь теперь. А там с правой стороны лавки, евреи читают молитвы, гид говорит, это гроб царя Давида. А я вспомнил в тот момент, что мой дед, Журавлев Егор Аркадьевич, прошел войну финскую, Великой Отечественной, попал в концлагерь, три концлагеря прошел, убежал, присоединился к нашим войскам и вернулся, как солдат-победитель. И он творил только одну молитву, он не знал других молитв. Помяни Господи, царя Давида и всю кротость его. И когда мы увидели гроб Давида на горе Сион, в Иерусалиме, каждый начал читать псалмы, помилуй меня Божий. Кто-то открыл псалтырь, и слезы лились из наших глаз. И вот то, о чем мы сегодня читаем, это произошло уже более трех тысяч лет назад. Казалось бы, один библейский стих, насколько в нем духовной энергии. Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий убивая «Евусеев пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень». На самом деле это метафора в устах Давида. Ведь жители этого города и фусеи, они сказали, что даже слепой и хромой прогонят тебя. Они имели в виду всю свою армию, и, как бы говорили, даже самые слабые из нас справятся с тобой. «И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым и обустроил кругом от Мело и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь, Бог Саваоф был с ним». Что значит это имя Саваоф по-еврейски? Саваот имеется в виду Бог воинства. Откуда взялось это название Иерусалим? В книге «Бытия» мы читаем о том, что когда Авраам одержал победу и спас своего племянника Лота, навстречу ему вышел Мельхаседек, царь Салима, то есть самое древнее название Иерусалима Салим. Мельхаседек, Малкий Цедок, это царь праведности, древнейший прообраз Христа Спасителя. А если Иерусалим назывался Салимом, почему он стал Иерусалимом? Откуда приставка Иры? Давайте вспомним. Когда Авраам приносил жертву Исаака, и Господь через ангела остановил это жертвоприношение, и стал собеседовать с Авраамом, и поклялся сам собою Бог, такого никогда не было в Библии, что он будет поддерживать потомство Авраама, Авраам назвал это место и Ковы, Иры, что означает Господь усмотрит, Господь увидит. И к Салим прибавилась вот эта приставка Иры, и получилось Эрушалайм, Иерусалим. То есть это город, где небо открыто, и Бог видит и слышит каждого, кто молится в этом святом городе. Поэтому те, которые не были там, они еще как бы не сделали очень этого важного дела пройти по тем улицам, где ходил сам Сын Божий, Господь наш, Иисус Христос. Это великое торжество и ликование. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков и они построили дом Давиду. Вот здесь ошибка Давида. Ему не надо было строить дом царский. Потом всю жизнь он будет мечтать о том, чтобы построить Харам, но Господь не попустит ему построить Харам, потому что первое строение, которое он сделал для себя этот дом царский, и он останется жить в этом доме царском. Другая причина, почему он не построит храм, он вел много войн, да, это Господни войны, так они называются, но он проливал кровь. Да, язычников, но иногда и своих соплеменников. Была и гражданская война, и Господь не разрешит ему построить храм. Он был слишком воинственный человек, а его сын Соломон построит храм. А что значит Соломон? По-еврейски шламо от слова шалом, мир, шламо, Соломон, это значит мирный, мирный человек может построить храм. Соломон является иконой и прообразом Иисуса Христа. Соломон построил каменный храм, а Иисус Христос создал церковь свою из одушевленных камней христианских душ и сердец. Ибо церковь по-гречески «экклесия» означает собрание верующих. И далее мы читаем «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Мы помним с вами, что слово «Израиль» это двойственное слово с двойственным смыслом, оно означает и воин Божий и богоборец одновременно. И такой же двойственный была судьба еврейского народа, которые были витязями Бога. Давид, Иисус Навин, они совершали великие подвиги, братья Маковейские, но потом произошло то, что произошло, и дух богоборчества проник в их сердца. Нечто подобное происходит и с нашим русским народом. Мы были витязями Бога. Эти земли нашей страны, они собирались не коммунистами, не демократами, не либералами, они собирались великими князьями киевскими, великими князьями Владимира Суздальскими, великими князьями и государями города Московского, Москвы, города Святого Петра императорами. Пока мы сохраняли веру, наша земля росла и приумножалась. А потом ужасные революции и дух богоборчества вошел в сердце многих и разрушали храмы, расстреливали священников, епископов, сжигали иконы священной книги. На самом деле все, что происходит с еврейским народом, вот как мы это читаем в Библии, это прообраз того, что происходит с христианами. Кто на этом настаивает? Апостол Павел, который пишет, что все, что было с ними, с евреями, это в прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. Таким образом, изучая исторические книги евреев, мы понимаем самих себя, кто мы и что мы и начинаем догадываться, что мы кто-то и что-то во Христе и мы никто и ничто вне Христа. И далее мы видим другие дела Давида, немножко неправильные действия. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона, и родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Самус и Сував и Нафан и Соломон». Соломон, это тот мирный человек, который построит храм Божий. А перед именем Соломона Нафан, Натан. Это предок Пресвятой Девы Марии. И Евеар, и Элисуа, и Нафек, и Иафия, и Элисама, и Элидае, и Элифалев, Самое, и Иосифав, Нафан, Галаман, и Ваар, Ве Иисус, Елифалав, Нагев, Нафек, и Нафан, Леа, Самис, Вали Мав, и Елифав. Мы видим, что одному из своих сыновей царь Давид дает имя Инафана в честь своего друга. И далее мы читаем, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Почему так сказано? Не по ходу пошли, а поднялись искать Давида. В их понимании, Давид – это какая-то блоха, которая неудобная какие-то, вещи творит против них, и как блоху надо искать свои одежды, они думают, надо искать Давида. Давид уже царь в Иерусалиме, на горе Сион, он уже воин, пророк. Что значит поискать? И услышал Давид, и пошел в крепость. Эти слова перекликаются с известным текстом, что имя Божие крепкая башня, и правильно делает праведник, что спасается в ней. То есть, он не просто пошел в крепость, он начинает молиться. А филистимляне пришли, расположились в долине Рефаим, и вопрос вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? Мы видим, что Давид настоящий теократический монарх. Он ничего не делает, не вопросив Господа Бога своего. И давайте посмотрим, какой комментарий есть на этот текст. Амбросий Медиаланский пишет, это опять же его книга об обязанностях священнослужителей, после битвы с Голиафом он, то есть Давид, никогда не выходил на войну, не испросив совета Господа. Потому он бывал победителем во всех сражениях и до последних своих лет был готов сражаться. Когда же возникла война с филистимлянами, он ступил в сражение с их свирепыми войнами, стремясь к славе и не заботясь о безопасности. Действительно, имя Божие это крепкая башня и правильно делает праведник, когда убегает в нее. Амбросий Медиаланский продолжает, но это не единственный род храбрости, который достойен упоминания. Мы славной храбростью сочтем храбрость тех, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи. Здесь святитель Амбросий вспоминает слова первоверховного апостола Павла. И далее. Они не добывали победу сообща в окружении товарищей и при помощи легионов, но одной лишь силой духа достигали триумфа над коварным врагом. Действительно, дорогие друзья, братья, сестры, действительно, наша сила в нашей вере. А кто ты, что ты во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Итак, мы видим, что Давид всякий раз, когда он отправляется на войну, он вопрошает Господа. Дай Бог, чтобы наши правители в каждом своем действии, в каждом своем решении, они бы тоже вопрошали Господа через старцев, через духовников, через святителей нашей церкви. «И пошел Давид в Аал Перацим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Действительно, если вода обрушивается на какое-то селение, она все разносит, все переворачивает. Давид не говорит, «Я разнес врагов моих». Он все приписывает Господу. «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал Перацим и оставили там филистимляне истуканов своих, то есть бросили своих богов, а Давид с людьми своими взял их и велел сжечь их в огне». Давид сокрушает идолопоклонство и в этом случае он является прообразом киевского князя Владимира, который сокрушил идолов в Киеве и призвал народ, кто за князя, идите креститься. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Арифаим». То есть филистимлянам не верится, они как волнами набрасываются одно нашествие, другое нашествие, третье, четвертое, им не верится, что этот Давид, который прятался от собственного царя, который какое-то время жил среди них, плелся в хвосте их армии, когда они шли войной на Израиль, что он так возвысился. Итак, они идут вторым походом, «А как действует Давид?» «И вопросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян и предашь ли их в руки мои?» И он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи». Помните, как Александр Васильевич Суворов говорил, «Господь мой генерал!» Здесь Господь подсказывает Давиду, какой надо совершить маневр. Нельзя в этой ситуации идти прямо. Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущий по вершинам Тутовых деревьев, то есть ветер Божий поднимется, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера. Давид действительно ввел войны Господни, и действительно Господь был его генералом. Это удивительное содружество между человеком и Богом, то, как Господь руководил Давидом, и то, как Давид в каждом случае исповедовал теократический принцип власть Бога превыше всего. Бог есть Тот, Который сотворил небо и землю, звезды, солнце, луну. Он дал каждой звезде на небе имя, сказано в Библии, то есть подчинил своей властью. Он управляет бесконечно огромными и бесконечно малыми единицами. Он творит всего. И когда мы живем в соответствии с Его волей, мы знаем свое положение, в этом мире, мы знаем свое назначение, ибо если человек жив, то это значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. И исследуя, изучая жизнь царя Давида, мы наслаждаемся этим светлым образом этого удивительного человека, красивого человека, совершенного человека, который был мужем по сердцу Бога, тем более мы люди должны проявлять к нему интерес и вновь и вновь помяни Господи царя Давида и всю крутость его. Корректор КОНЕЦ